ПОЮТ НА ИНОСТРАННОМ ЯЗЫКЕ Была хорошей, доброй традицией проводить на территории музея-заповедника этот любимый русским народом праздник – проводы зимы. Мне хотелось бы пожелать вам мира и добра, счастья, побольше улыбок, и чтобы мы с вами вместе еще не один раз отпраздновали все наши праздники нашего замечательного района. С праздником! Масленица в горках своими забавами захватила всех – и детей, и взрослых. В одной из любимых перетягивания каната пришедшие включились с большим азартом. Ребята из Молодежного совета при главе Ленинского района придумали провести масленицу наоборот, и конкурсы были в непривычном порядке. К примеру, не забивать гвозди на скорость, а выдергивать их, что оказалось совсем непростым делом даже для мужчин. Ну ты его дальше забил, я шляпку везде оставил. Всем очень понравилось, и очереди были на всех интерактивах. Можно сказать, что, я думаю, удалось. И необычно, смешно, люди смеялись, когда проходили все эти задания. Сложное задание досталось и гости праздника – Илоне Броневицкой. Замесить и испечь традиционные масленичные блины. В этом деле ее помощниками стали директор музея и глава района. Так что с праздником вас, дорогие, милые, хорошие. Давайте гулять, доведим наши блины, и скоро наступит весна. В этом году к проводам зимы в горках образовательные учреждения и школьные, и дошкольные изготовили чучело маслениц, в которые прошли отборочные туры. Целая аллея из красочных кукол встречала гостей праздника. И начальные классы, и средние классы, и старшие классы, абсолютно все сделали как минимум по две маслёны. Естественно, мы выбрали одну из самых, по нашему мнению, модных, красивых и весенних, и представили ее здесь, на этой выставке. Лучшие работы отбирали сами жители, голосуя за них ленточками. Победители получили дипломы. Все пришедшие на праздник смогли отведать блинов, что называется, с пылу с жару, поесть вкусных, сочных мясных котлет. Очень здорово все, все просто круто. Дети в диком восторге. Маленькая уже накаталась, объелись блинов. Спасибо большое. Ярким впечатлением праздника было, конечно же, сожжение 12-метрового чучела масленицы, завершившего праздничное мероприятие. Людмила Медведева, Сергей Ларин, Видное ТВ.